приветствую любителей предметно-материальной истории после небольшого перерыва я снова в гостях у своего друга петровича реставратора антиквариата и сегодня мы ответим на накопившиеся вопросы в комментариях пришел петровичу с подарком как обычно принес ему необычный очень необычный предмет это вилка обычная вилка советский союзки союз но вот материальчик на этой вилке очень меня возбудил это обшивка космического корабля титан а дальше петрович меня расскажет ну ну да по всей вероятности надо было как-то выкручиваться предприятием в момент перестройки вот этаж и зарплату платить на поясни не все зрители понимают 37 вилочка стою надо было накапливать дороже серебра титан насколько я понимаю примерно там был в конце восьмидесятых годов советском союзе был экономический кризис на многих предприятиях перестали платить зарплату и руководители предприятий выкручивались как могли если у предприятия был какой-то материал то думали как из него производить товары народного потребления вот на каком-то конверсионном заводе сделали титановые вилки вот петрович что-то будет не вытворять час что делает красоту делаю радужные переливы да а красиво получается дав камеру покажи будет видно и что это надолго сохранится надолго сохранится конечно покажи колечко ну а это же колечко да это а как-то поспорили чтоб титан то появится или не появлю как и зачем его паять берешь из титана делаешь из пластины делаешь просто кругляшь только там арифметику нужно вычислять берешь среднюю линию потом начать добавляешь там ночи геометрия и потом методом выкручивания а когда ты его прогреваешь огнем то получается такой красивый красивая радужи радужный цвет девочкам очень нравится интересно но теперь видишь так вот будет украшаться я что слушать тут вот мне одна бабулька принесла просила узнать ножик да ну а ночь вроде как серебряные до узнать сколько там веса этого серебра больших ему я вновь и как разделе и как у цель криво коса то есть уже кто-то узнавал место ну да и что делать надо пока петрович будет нагревать перейдем к некоторым вопросам которые были в комментарии на какие-то я уже ответил и хотел бы чтоб петрович прокомментировал она какие-то я не смог ответить и прокомментирую это сейчас и в дальнейшем буду практиковать ответы на на ваши комментарии видео поэтому задавайте вопросы можно будет даже что-то показать если будет такой ответ я чистил латунь я извиняюсь у меня здесь показывает в шифрах и я не могу прочитать имя к сожалению поэтому буду просто читать вопросы я чистил латунь иметь стиральным порошком хорошо очищается попробуйте петрович насколько стиральный порошок эффективен есть у тебя стиральный поражен это все зависит от того насколько латунь окисленная ежели чуть-чуть там резючка есть ну как условно скажем там может там жир от рук да да конечно стиральный поражение почему мне не нравится за не перебью стиральный порошок даже руки если им помыть остается какая-то скользкая субстанция а я к тому что на металле останется вот это уже никогда не вымоешь поэтому самое простое сода наверное которая вымывается очень легко да да конечно поэтому под вопросом большим стиральный порошок вот петрович его я же предыдущих там рассказывал что самый лучший вариант для очистки старых таких вот латунных вещей это лимонная кислота дойдем до лимонки там столько было вопросов негативных так добрый день подскажите пожалуйста кроме рощи у нас краснодаре есть какой-нибудь тип барахолок барахолки или рынков да друзья у нас краснодаре есть две барахолки это на улице путевой и коммунаров за заправкой не помню как она сейчас называется они все время меняются лукойла руснефт а вторая интересная интересная барахолка на мой взгляд чем она интересна тем что из разных деревень окружающих станиц правильно окружающих краснодар съезжаются люди туда на выходные и этот рынок находится на восточном рынке вокруг него если не разгоняют то можно походить и иногда встречаются очень интересные предметы так чуть-чуть нагрел а винт я выкрутил но теперь нужно посадить я хотел сказать петровича отвлек от реставрационных дел но он времени времени теряет во время ответа на комментарии еще успевает что-то реставрировать ну да подскажите пожалуйста к тебе вопрос после высыхания наложенной реставрации эмали поверхность непористая получается кто пробовал как ложатся краски какие лучше для подкрашивания эмали эмаль какая ему имеется ввиду холодная да конечно конечно ну если для холодной эмали то только только нитро краски для подкраски поверхность рассудистая получается гладкая там как у эпоксидки а чтоб не по поверхность не пористая получается если добавлять жидкость для удаления пузырьков правильно я понимаю аж как сделать чтоб она была не порезда и чем можно красить странный конечно странно она и так не поисто это эпоксидный клей априори гладкий я красить только не я жили мы ну нитро да можно подкрашивать но подкрашивать ее смолу еще в жидком виде нет сверху имеется вверху да но она же не будет держаться краска не будет не будет держаться никакая не нет ни акрил нет нет так что за ангиб подсказать ничего не можем чтобы держаться на эпоксидке лучше подкрасить как говорит петрович да саму основу саму основу каким образом а вы опять берешь это нитроэмаль нитроэмаль и уводишь туда капелюшечки ну и подбираешь чтобы он быть цветки какой тебе нужен цвет и все так вы можете рассказать как влияет цена древней книги с реставрацией и без но в принципе все древние книги и так у них обложки реставрированы в девятнадцатом веке а если брать книгу шестнадцатого века но вопрос такое специфически я книг шестнадцатого века никогда не видел даже в музеях не объявил даже что там лежат уже копии изготовленные и в руках не держал поэтому мне сложно представить даже как можно реставрировать книгу шестнадцатого века в россии когда их в шестнадцатом веке начали печатать примерно плюс минус после германии я говорю приравниваю книги печатание к изобретению интернета первый интернет появился в европе в пятнадцатом веке ну книжки начали печатать и поп ходил уже грамотный распространял информацию как все было у него можно спросить все он мог все рассказать вот поэтому от по поводу цены естественно любой предмет после реставрации станет ну наверно все зависит от реставрации да можно отреставрировать так что и никто не замену отреставрировать составить правильно вот самое важное в реставрации это грамотно составить на тех местах которые ты отреставрировал вернуть следы бытования чтобы они соответствовали соответствовали тем которые были царапинка идет она закончилась видно что там чего-то не то поэтому ее нужно продолжить ну и самое самое главное во все щели забить побольше пыли до самая качественная пыль для реставрации я помню для одного реставратора собирал на антресолях она там такая скользкая и липкая так петрович ну да а вот но значит этот вопрос часто мне вообще-то задает насчет стоимости но вот лично мою лично мою я всегда абстрагируюсь от стоимости вот предмета да и вообще я торговлей не занимаюсь понятно я значит если могу оценить свой собственный труд вложенный а вот стоимость самого изделия и тогда человек уже принимает решение для смысл вам и реставрирование предмет или нет иногда это это срабатывает в лучшую сторону понимаешь как-то мне ну пришли ребята такие тоже рукодельщики и принесли часы 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 там браслетка там туда то там что-то царапинки мара поджим это что там делать то нету там же есть вот полированные есть вроде матированные все красиво получилось похвастался еще другим друзьям где ты взял оказывается эти часы с браслетом стоят там 15 тысяч и европейских денег понимаем как этому это для меня это абсурдность так мастера боялись притронуться зная вот эту материальную а я не зная этой цены все сделано ну тебе не страшно мне не страшно было дело получилось но вещь петрович тут еще нужно чтобы зрители обязательно понимал что отличается музейная реставрация антикварная до музейная реставрация это когда следует предмет оставить так как есть антикварная вернуть так как было что можно было пользоваться было пользоваться на музейные до вузе ну там нужно так чтобы можно было вернуться в исходное положение уже как она была до так здравия вам и петрович о вспомнил про видео если не трудно подскажите в каком растворе можно очистить штык шапсо шаспо франция 19 век хочу погрузить полностью в раствор или что посоветуйте что-нибудь еще как очищать железо ремонт как они я просто бы очищал электролизом ну да подожди если ты будешь очищать электролизом будут срываться атомы металла зачиститься до блеска но да а мы что лишь мы должны металл даже каждый атом оставить там а убрать только грязючку и у ококсид лимон вот и конечно я почему за лимонку и кислот час много и можно приобрести и азотку приобрести ортофосфор ну приобрести кстати вот ортофосфорная кислота она очень щадяще относится к металлу а если солянка серная азотная они разъедают металл включая железо и грязь и грязь и железо поэтому из всех безвредных для людского организма особенно для женщин лимонная кислота и я еще говорю не надо делать крепкие растворы вот и сделал раствор такой такой же что можно на язык взять все пользуйся у тебя и ногти будут целые и кожа будет целая да нужно только подольше подержать в этом растворе приблизительно это пять процентов пять процентов но это 50 грамм на литр да можно даже чуть-чуть поменьше я бы меньше еще делал а меньше еще деда не краснеет мидами допустим очистить поэтому погрузите штык в пятипроцентный раствор кислоты ну пускай он там неделю поваляется неделю много на сутки обычно это кинул на следующий день пришел посмотрел но ежели там какие-то есть еще пятнички ну кинул еще там я рад что мой земляк петрович такой изумительный левша алексей ваша задача организовать чтобы петрович написал руководство по реставрации антиквариата это ваш долг писать вот вообще некогда есть чем заниматься и в свободное время мы снимаем с петровичем ролики как раз это и есть почти полное руководство по реставрации антиквариата дальше остается только брать в руки инструмент делом написать невозможно каждую операцию и возможно методом проб и ошибок кстати тут один из наших общих друзей алексей по моему когда он приехал я сколько тебе лет он 45 братуха ты опоздал на 40 лет вот в наше время в кружок умелые руки уроки труда с детства с детства всегда пацанов учились что-то делать и девочек но это ребята это горе нынешнее да теперь книжек конечно книжек по реставрации найти там можно теоретически хотя ну подойдет андрюшенко он есть по свободном доступе но это ювелирные все петрович но это же все равно проблем приходит предмет у него смотри фарфоровая часть серебряная медная вот он состоит да из нескольких компаний он грязный оторванный там расклеенный так далее все разные направления ну да то есть ювелирка да там работа с металлом очистка его с фарфором и эти все знания в одной книжке невозможно собрать невозможно просто ведь все равно я какие-то операции не могу выполнять нам по дереву донесу где деревяшечнику как я мог давай печку выключим а то что-то жарко и петрович электричество из земли добывает поэтому ему не жалко не а тебе а так у меня защитная рубашка конечно мне подвигает в ухо ну да хорошо не да вижу вам нашел выровняли все ровненько и прожарами да и вытекать начало это но вы тогда ну это вот видишь это не сургуч сургут но он смесь с воском да так где новые выпуски про интересные винтаж и антиквариат почему закончились друзья ходил в проще вот одни и те же за лица и одни и те же предметы показывать просто ничего просто так ходить с камерой вы раздражать продавцов продолжает очень не нравится когда на них наводят камеру не хочется одно и то же снимать неинтересно как только расширится чуть-чуть рынок и появятся новые предметы обязательно пройдусь с камерой покажу что там появилось ну да да вот интересный жире живой петрович какой пва это безумие поговорите со специалистами реставраторами госархива при реставрации книг категорически запрещено использование скотча утюгов и уж тем более синтетического пва убивается структура глубокое проникновение в структуру бумаги после использования пва эта книга никакому восстановлению не подлежит дедушка обычный самоделкин я помню он для реставрации чужого предмета готовил раствор использовал простую воду из чашки для приготовления раствора тут же из этой чашки отхлебывал и далее использовал эту слюнявую воду какие музейщики какой фаберже за такие вещи фаберже бы выгнал на пушечный выстрел к мастерской не подпустил от шкутерить ржавый утюг я бы доверил на дорогой предмет категорически нет почему использование перчаток а по-моему использование перчаток в этой реставрационной мастерской вообще не практикуется петрович но это человек пишет подожди который никогда не ходил в кружок умелые руки он не представляет себе как выглядят руки ювелира потому что ты понимаешь да прекрасно если ты не то что даже надел перчатки ты снимаешь у тебя руки такого цвета вернемся мы уже отвечали например на вопрос отличается очень сильная музейная реставрация и антикварная музейная нужно использовать как петро искал деньги материалы до чтобы можно было через сто лет это все отковырять и верни заново и заново склеить как новыми материалами у наша задача совершенно иная если приходит книга это ее нужно сделать так чтобы ей можно было пользоваться и не было заметно никаких следов реставрации а на всех музейных предметах если вы зайдете в любой музей и внимательно посмотрите то без труда увидите эти следы а что касается перчаток и чистоты вот это пижонство ютубовская разноцветные инструменты или когда он эти гинекологические перри начинать этот ребята это на кино да и постановочные рекламная акция слушай что любой предмет мелкий ты начнешь ли в машиной обрабатывать белые перчатки через минуту станут черными даже просто потрогать первых тактильные ощущения извини если я вот так вот делая об я все уже эти горю ногтиком проводишь ногтика ощущаешь ощущаешь да а перчатка это все я понимаю смотрю ли эти ютубовские ролики и мне например противно смотреть на этих перчатки но постановочные так следующий алексей приветствую скажите если предмет начала 19 века у петрович для тебя ну если на предмете начала 19 века на глазури есть поверхностные царапины фигурка белая с росписью золотом по канту эффективно ли будет полировка не подожди не соглашусь с тобой какой должна быть тряпочка и каким образом с нее же не парить не повредив золото нужно удалить клей типы канцелярского прозрачный но для фарфора и клей напоминающий коричневый от старости момент буду признательно за подсказку барышня спрашивает да там что-то сложное скорее всего все поднято было разными собственниками разных вроде бы как момент а вдруг это не момент вдруг это столярный клей а вдруг это вообще что-то другое в этой ситуации вот на это попадался лично понимаешь вот вы нам подсказали ну да я же подсказал по телефону я не видел эту вещь в живую понимаешь вот человек присылает картинку вот у него на окладе иконы вот такие какие-то там быть до потеки вот как это убрать но я уже зная эти вещи что тяжело определить даже по фотографии со стопы или дубовская предприносят а я еще там плакала икона ну да и и родители батюшка увидел там расцеловал эту всю икону что вы что вы не прикасайтесь что такое это мироточивая икона вот абсурд да вот про патину человек человек говорит ой чистотура да вы что не прикасая бывают такие моменты которые не стоит даже реставрировать и очень часто так бывает в этой редкость конечно любой предмет нужно смотреть что касается фарфоровой пет фигурки но наверно для начала следует уточнить какой там клей правильно петрушки за ярный момент солярная разводится водой момент есть для него специальное растворить либо можно попробовать выдержать бывает перейти и он гладкой поверхности вот из позолота золото не смоется нет не смоется вот поэтому вот от меня рецепт такой для начала фигурку положить в воду на пару суток и посмотреть если клей размокнет значит он водно-растворимый продолжать потихоньку размачивать и смывать там какой-то карточкой кредитной мягкой да да острым углом если она там затупилась взяли снова ножом отрезали и острым углом потихоньку соскабливать по золото вы при этом не повредите она под глазурью правильно да 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 вот и кредитная карточка может быть и над глазурной потому что вот здраво помнишь тогда мы показывали глазурный начал мыть она отлип когда значит рисуется я понял даже чайка обжиг делается золото восстанавливается но как бы позову то все но если мы размочим да и будем соскабливать кредиточкой то я думаю что золото не повредить повредиться если не получилось водой размочить тогда следующий вариант white spirit также погружаю да да она размок или пол о мере размокания потихоньку смываем все и все у вас получится останутся только следы склейки которые потом можно замаскировать холодной эмалью цвет подобраны да но в любом случае возвращаясь к реставрации цене на вопрос был интересный любой отреставрированный предмет он никогда не станет даже вровень с ценой предмета оригинального оригинальные забывайте что летный сахар фарфор очень легко определяется на реставрацию подделку берешь ультрафиолетовый фонарик и перед тобой вся полная картинка когда к предмету с какой стороны прикасались у меня был недавно покупатель вот он очень внимательно с фонарем осматривал и иголочкой царапал но сейчас расскажу чуть позже об этом как раз к вопросу подойдем так петрович петрович подскажите чем почистить от грязи земли бронзовую нательную кону 18 века чтобы при этом осталось патина проще помыть с мылом наверное сам хозяйственное мы без всяких добавок было советское коричневое вот это и очень мягкой кисточкой наверно да чтобы не царапать художественной если сода патина сразу уйдет да хотя ты знаешь этот самый даже детские зубные щёточки вот какая-то мягкая щёточка и хозяйственное мыло причем я бы вообще сделал раствор из хозяйственного мыла такой белая кашица наложил бы эту белую кашицу сверху на поверхность она бы размочила всю землю и вы бы просто даже под струей сильной воды смыли без всяких кисточек вот такой рецепт простой доступный дешевый и быстрый да правильно да 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 только вот эти вот губки вот эти там сначала не использование не разлучили нельзя так но здесь вот про грязюка была я ее ночную воду еще на живое но опять подскажите пожалуйста как сохранить блеск вещей из латуни бле сохранить блеск вещей из латуни я так понимаю латуни она все равно требует регулярной полировки вот что не крути но из моих рецептов это только автосоу паста дело в том но это извини вот вот сейчас открутили этот но заре я взял обыкновенную резинку для чернины петрович тут идет об объеме речь да ну как быстро вернуть блеск только полирнуть и не полирать руками никакими лаками покрывать не рекомендую мне просто либо очень хороший вариант лично опробованы на латунных часах рассказываю салфетки в магазине ювелир есть для серебра и для золота если предмет по золотой покупаете салфетку для золота для полировки проба уже салфетки такие я умею вот изумительно то же самое для латуни только для серебра покупаете и протираете из латунной поверхности мелкий мелкий абразив и там паста какая-то которая все-таки есть и вот она с пропиткой пасты которая позволяет долго сохранять блеск вопрос про кубанскую забаву друзья я в ролике пошутил что можно использовать только кубанскую забаву конечно можно использовать любую любую лимонную кислоту не обязательно кубанская забава единственная разница это наверное в концентрации ну вот если действовать по рецепту петровича и считать не по крупинкам как я говорил в ролике но это шутка тоже было считать крупинки конечно 100 или 200 но если кто-то подумал что это серьезно да это было шутка на язык да так примерно 5 3 я бы даже трехпроцентный да да кстати я вчера новую делал тоже насыпал где-то пятипроцентно она мне слишком кислая вот потому что разные концентрации удалил водички все нормально получилось то есть пятьдесят пятьдесят этих грамм это сколько получается чайная ложечка наливание 50 грамм это столовая ложка на литр примерно так да мне бы меньше делал да вот тут как раз вопрос лимонку надо высыпать пока по пакету они крупинками и зачем обезжиривать вот важный момент смотрите зачем обезжиривать если сам раствор есть очиститель а столовый уксус еще лучше вариант очистки про уксус расскажет петрович а про обезжириватель я скажу на личном опыте если оставить отпечаток пальца на предмете прежде чем вы его погрузите слабый раствор лимонной кислоты он так и останется этот отпечаток пальца может а кислота настолько слабая что она не съедает этот жир поэтому рекомендую все предметы перед тем как вы погружаете для очистки в любой раствор кислоты уксуса неважно или лимонки как правильно делать лучше обезжирить и тогда получите ровную очищенную поверхность а про вред уксуса петрович расскажет так я что договорил но дело в том тут мы и экономику считаем а уксус фактически он дороже чем лимонная кислота в три раза по-моему в три раза до но эффективность а эффективность ну ты знаешь умел уксус мне не нравится еще тем что у него он может уксусная кислота она может проникать в микропоры да и не вымываться да и продолжает разъедать да и продать метал уже изнутри там получается когда ты уксусом что-то чистил что-то мыл тогда нужно его еще долго держать в щелочи ну в содовом растворе за нейтрализация чтоб нейтрализацию сделать но опять еще повторяю все этот нужно пробовать и контролировать постоянно следующий вопрос как почистить латунную люстру каким сухим средством ведь ее нельзя мочить она с проводами ну я наверно начну как профессиональный электрик друзья электричество опасно только когда она подключена на люстре если отключена то можно помыть вместе с проводами единственное обязательно потом хорошо высушить чтобы эта вода не осталось но даже если вы не до конца выслушайте электричество поможет вам досушить эту люстру главное и не трогать в рабочие в рабочем состоянии правильно да все еще одна высохнет а каким с этим средством ноги дело в том что опять люстра люстры розень когда он сочинский мурмак жада то есть по хорошим разбирать если не разбирать то взять большую емкость и погрузить эту люстру слабый раствор пятипроцентные лимонной кислоты потом достать просто отмыть шлангом душем до мягкой тряпочкой и все так дальше вот подскажите пожалуйста нужно сделать круглый блин из латуни купил лист нарезал нужного диаметра блины лицевую часть зашлифовала царапин и латунь потеряла золотой цвет стала бледной подскажите как вернуть цвет ну то полировка неправильно это неправильно последовательно это пропустили потерял свечу бледная стану бледно это как раз мелкой зернистая вот это какой-то получается пропустил этап то есть не по порядку шел от номера к номеру а где-то пропустил и заполировал крупные царапины я живу это муж теперь нужно занять и не может опять это ж ну как это нужно смотреть но я представляю вот таким образом что чок просто пропустил один номер помня или пропустил или не дотер одним номером и стал полировать следующим вот эти царапинки остались но они как бы создают вот эту матовую поверхность я бы рекомендовал начать процесс полировки заново в зависимости от глубины царапин и попробовать до либо как вариант алмазкой нулевкой да просто пройтись алмазной пастой нулевой и мягким чистым обязательно без каких-либо крупинок тряпочкой или диском лучше конечно все вручную ручками замша замша ручки потихонечку в эту бледность уберете это царапины от предыдущей полировки вот еще один рецепт предлагают рассмотреть если я не ошибаюсь лучше подходит одна ложка муки ложка соли ложка уксуса замешиваете тесто заворачиваете монету в тесто целлофан на одни сутки будет как новенькая но если будет патина то есть ними ты тот же состав на больший предмет 2 замешивать пропорции 222 ну какой-то волшебный прям рецепт не хватает не хватает одного компонента шкуры лягушки из-под моста на кладбище но соль и уксус разные совершенно разные химические которые себя взаимы исключают так конечно еще и муки туда но мака наверное чтобы ближе прилипала там ажу но липкость состав создавала лика как правильно называется адресе шаггезия да не знаю я понимаешь вот действительно в википедии там очень много рецептов и наталкиваешь на такие вещи я начинаю возмущаться там пишу своими они смотрят в профиль дед иди ты сейчас да вернухими у них точно не отменял да я понимаю чем и алхим но алхимиков говорят что алхимики это же шарлатаны алхимики естественно хотя одна сам предмет химия происходит от арабского аллихими то есть ролик элемента я не выбирал комментарии вот буквально к нашему тексту следующий зачитывая просто так вот комментарий без вопроса а мы подтвердим с тобой у меня было ощущение что по окончании очистки мастер вызовет сатану реально вот у петровича здесь попадаешь подземелье к нему и есть такие ощущения иногда ну а с кем мы контактируем это уже наши дела да с какими у нас скифские мифы это уже из нового времени дома чем вы говорите это новое время у нас немножко другое измерение этих энергетических процессов малообъяснимо понимаешь вот но я в курсе ты себя таких вот значит знатоков там они что он наш как меня бесит когда словосочетание силиконовая долина это самое нету вот когда силиконовая долина мне почему-то представляются вот два таких шарика силиконовыми между ними долина когда говорит силиконовая долина меня в смех все время разбирают для словосочетания это но опустим здравствуйте мне нужно почистить несколько больших латунных колоколов есть способ очистки чтобы не читать не считать кучу крупинок а смешать в грамма друзья ну шутка была про крупинки ну какая концентрация получается 55 процентов на 5 до 5 процентов раствор соответственно 50 грамм на литр воды я вообще 30 добавлял не покраснела размер колоколов как и полутонники не написал сказал небольшие больших больших несколько так если большие колокола ну возьми и 5 пескоструй и все если это церковный куну как вариант да да ну вот совет от кого-то после полировки латуни обрабатываю мебельной темной палитурой чтобы не было видно пасту полировочного углубления и вид становится немного эффектнее но зачем же оставлять в углубления полировочного пасту ну да щеточкой вымываешь если это предмета небольшой и душ не позволяет создать напор я купил себе хер хер для зубов маленький да маленький очень удобно из всех силе выдувает все чудесно и смотрится а так палитурой то что морилкой получается да ну ее тоже видно пятнами снимают такие ролики вводя людей в заблуждение лучше вообще не притрагиваться к предмету чем получить съеденную латунь с медным глубоко въевшимся налетом а потом полировкой окончательно испортить дорогую старинную вещь спасти бы что сняли этот фильм никогда к вам бы не обратился это как раз про лимонную кислоту и медную вазу ну да да бред но дело в том что почему когда если сильная концентрация кислоты будет там условно тот же уксусная то она же вы что такое цинк это сплаву то есть латунь это сплав меди и цинка цинк в первую очередь сожрется он очень слабый металл поэтому нужно очень слабенькой кислотой все согласен в общем-то по реставрации вопроса закончили здесь комментарий ко мне конкретно да и так и было бы интересней услышать от вас правду как вы разводите лошков ну и ничего не понимающих бабушек к примеру как под видом бюджетерии забираете все золото за три копейки и прочее вот и жаля я золото советское не покупаю по нескольким причинам вообще не покупал никогда у меня магазинам уже больше двадцати лет советское золото не интересно совсем заработать на нем можно очень мало на покупке продажи кроме того интересно каких-то вещей там не попадается априори так как на всех советских ювелирных заводов делали одинаковые вещи и ставили как правило туда синтетические камни которые на сегодняшний день ничего не стоит поэтому покупать бижутерию поэтому покупать бижутерию у бабушек гораздо интереснее чем золото на бижутерии друзья сейчас на советской пластмассовой вот это нужно заработать гораздо больше если правильно и и отполировать до петрович для себя недавно пасту полировальную кстати мы не сказали чем отполировать час про фарфор забыл пасту полировальную который чудесно полируется все пластмассовые изделия пластмассовые вот эти советские ожерелья всевозможные они приходят в совершенно другое состояние как будто их только выпустили что петрович гентай ты полировал да классно получилось у тебя и этой же пастой можно отполировать мелкие царапины не крупные а именно мелкую паутинку на фарфоре паста называется автосол и используется для полировки стекол на телефонах и на очках петрович успел оценить пасту нуждаются мы всегда купили там ну когда надо напали желтый ну вот пластмасска изумительно полируется вот и еще один тут был такой комментарий негативный о том что монету выставлял 10 денег петровские и рощинские так понимаю какой-то эксперт я их назвал эксперты в тройных кавычках написал что это фуфло друзья и конкретно михаил антик я успел даже прочитать его кличку или что-то правильно сказать фамилию не пишет когда скрывается книга них ними да никнейм 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 антик у меня доберман был я в антиком вот и что хочу сказать что разница между теми предметами которые я продаю и теми предметами которые продаете вы и ваши коллеги в роща колоссальная я на каждый предмет даю пожизненную гарантию подлинности вот уже больше 20 лет то есть человек приходит аргументирует что вот это ему не нравится и получает полном объеме ту сумму которую заплатил мне за этот предмет я не знаю ни одного рощинского продавца который бы оказывал услуги в таком виде ну поэтому насчет втюхивания и всего остального уже дальнейшие вопросы не требует объяснений много раз наблюдал как в роще людям продают вещи и фуфло и с реставрации и один из последних один из последних случаев я хочу описать вот у себя ко мне пришел очень серьезный покупатель по внешнему виду я его определил нужно учебе деньги и и готов он приобретать рассказал что его жена коллекционирует фарфор и он хотел бы у меня приобрести несколько фигур а очень удивил меня когда достал фонарик ультрафиолетовый и все фигурки рассматривал рассказал что вы несколько раз обманывали в питере обманывали в минске обманывали на рынках антикварных и в тетюхе вали ему и реставрацию и китайское фуфло и что сейчас он абсолютно научен подготовлен он иголочкой может пощупать и знает как ультрафиолетовым фонарем пользоваться я верю ну классно матери умеете разбираться по крайней мере в тех предметах но тут он мне показал свои два предмета лфз из последней коллекции совершенно абсолютно китайскими клеймами я им объяснил он еще один для себя урок но говорит смотрите а можете он обрадовался что я аргументированно идентифицирую фуфлятину и говорит а можете вот свое мнение сказать я недавно графин купил братьев грачевых это известная известные братья серебряных дел мастера российской империи конца 19 начала 20 века и показывает мне на фотографиях графин дело в том что когда в магазине стоит на витрине два предмета они принципе абсолютно одинаковых но один сделан в российской империи в девятнадцатом веке а другой в европе в тот же примерно период они изящный может быть даже более изящный европейский а русский может быть даже с некоторыми дефектами но я заметил что покупатели обращают внимание именно на русский их тянет вот чем-то узор форма когда он мне показал этот графин братьев грачевых ну там нет русской формы ручка какая-то не наша узоры не наши я беру ну вот что-то не не нравится вы да не там клеймо стоит и он показывает фотографию прямо мы немножко кривовато и опустим это на фотографию искажения фотографии немножко кривовато и надпись брать грачевы ну хотя она не может быть кривой там за каждую за каждый микро микро миллиметр до отвечал тот кто гравировал а рядом стоит пробирное клеймо 84 но она стоит в обычном квадратике а там же еще свои обычный квадратик это начало девятнадцатого века то есть разница между пробирным клеймом и клеймом мастера 100 лет так не бывает это однозначно фуфлятина объясню почему сложно очень вырезать пробирное клеймо конца девятнадцатого начала двадцатого века там девушка в кокошники смотрит либо вправо в либо влево и очень сложный рисунок созданы именно для того чтобы защитить серебряные предметы от подделок их чаще всего подделывали в европе даже в то время выковыривали эту девушку в кокошники поэтому все время даже разворот ее головы все время менялся в зависимости от количества подделок вот такая история поэтому друзья подделок очень много даже если это будет он не рассказал что он покупал у серьезных людей на рынке в москве очень серьезных у которых еще и были при этом наборы тоже братьев грачевы геррию это совсем не показатель зависит от того кто вам продает и дает ли он пожизненную гарантию ценности предметов и подлинности храните деньги вечных ценностях а антиквариат покупайте проверенных местах маленькая техническая неувязка не позволила нормально завершить ролик но узнал я об этом уже чуть позже поэтому скажу за петровича пишите если вопрос есть пишите их в комментариях под этим роликом а мы будем отвечать видео формате я для тех кто ждет ролик про лава лампу радуга я помню не забыл как только в краснодаре температура воздуха дневная установится плюс 20 22 градуса обязательно сниму ролик потому как физические свойства этого светильника сильно зависят от окружающей среды в ходе эксперимента я это понял и когда жарко на улице включаешь этот светильник не успеваешь снять ролик он перегревается и все эти пузыри плавают наверху поэтому подождите немного уже скоро похолодает и сниму этот ролик раскрою все секреты лава лампы как починить ее в домашних условиях часто ролики выпускать не получается так как и youtube и антиквариат это всего лишь мое хобби а основной вид деятельности это управление площадкой для мероприятий бронзовая лофт бронзовая лошадь и отелем брестоль отелем с антикварным интерьером отель вошел в двадцатом году в десять процентов лучших отелей мира по версии tripadvisor я завел еще один канал на youtube называется он собака из отеля приглашаю вас подписаться и буду признателен за ваши лайки и комментарии на этом канале мы рассказываем о том как живет в этой роскоши собака из отеля далматин по кличке хорси